Какой ты мужчина после таких слов, когда ты говоришь, что я бы сейчас бросил бы, бросил бы свою маму, бросил бы своих любимых, родных, близких, друзей, наконец. Меня зовут Виктор Денисов, мне 21 год, я студент высшей школы телевидения МГУ. И сегодня я хотел бы вам рассказать о своей позиции касательно специальной военной операции, о том, почему это важно и зачем нам, молодым людям, нужно на этом сакцентировать особое внимание, на самом деле. Прошел уже год, и мы можем сделать какие-то выводы первостепенные об этом всем мероприятии, но начнем с самого начала. Так уж получилось, что у меня день рождения 24 февраля, и я проснулся утром рано, мне написали друзья, говорят, Витя, с днем рождения тебе. Я, конечно, не понял сначала, в смысле, что происходит, как бы, вроде бы все к этому шло. Так как в это время я работал уже как журналист, и как бы я знал, к чему все идет, но не верил. И всегда казалось, что вот подобных событий, ну, на моем веку, по крайней мере, не произойдет. Ну, все это так говорили, и взрослые, и дети. Мы все воспитаны советскими фильмами о Великой Отечественной войне, которые, как бы, как-то готовили к чему-то другому. Но так, чтобы случилось, нет. Но случилось, что случилось. И, знаете, позиция, конечно, уже тогда была четкой, потому что нельзя не поддерживать наших бойцов, когда от них сейчас очень многое зависит. И на этом зиждется, наверное, самое главное в этом всем противостоянии, потому что мы вынуждены сражаться с братским народом. И это, конечно, вам очень печалит. Но хочу сказать о том, что все к этому шло еще с 2014 года. И удивительно, почему люди об этом забыли. Потому что так много появилось персонажей, которые начали вдруг возникать и говорить о том, что вот агрессоры, оккупанты напали, как не стыдно. Но война шла с 2014 года. И даже в такой ситуации мы должны, мы как русские люди, мы должны сплотиться вокруг нашей армии, должны помогать ей. И хотя бы потому, что там сейчас находятся наши друзья, там находятся наши братья, наши дети. Ну, не мои пока, но у меня там очень много одноклассников сейчас. И не только. Очень показательно было. Я, в общем, дебютант Венского бала, есть такая организация. Был случай у нас, накануне уже мобилизации. Мобилизацию объявили, то есть в сентябре был. И одного из парней забрали. А он нам очень много помогал. Он нас учил тоже танцем и вместе с преподавателями. И вот мы пришли его, так сказать, отправить в путь, да, собрали там что-то ему. Ну, да, и он, ну, как бы, он был очень доволен то, что мы его поддержали. Некоторая часть людей, не все. Но нашелся человек, который ему в лицо сказал, говорит, вот зачем тебе это, почему ты не убежишь сейчас? А вот, ну, парень, ну, ему там, который говорит, ну, я тоже мой ровесник. А кого мы мобилизовали, ему 30 лет где-то, ну, тут уже чуть старше. А у него никакой мысли. Он такой, надо, значит, надо. И его спрашивают, а ты что, не пошел бы? И тот такой ему отвечает, ну, я бы убежал бы, вот как только. Получил поездку, сразу бы смотался куда-нибудь. И в этот момент я смотрю на него и думаю, какой же ты жалкий, думаю. Какой ты мужчина после таких слов, когда ты говоришь, что я бы сейчас бросил бы, бросил бы свою маму, бросил бы своих любимых, родных, близких, друзей, наконец. Ну, и смотрю на человека, который уходит, и на этого. И тут вот просто что-то тебя тянет к тому, кто берется в руки оружие сейчас. И вот, ну да, вынужден конфликт, и он идет туда. Это вопрос характера, мужского характера. И я в течение этого года, так как я работал, у меня была большая занятость, я порывался туда, я хотел. Очень много это все дело обмусорил, обсуждал, но не знал как. И я понимал, что там сейчас куется будущее России. Будущие мужчины России, которые смогут уцелеть. И мы надеемся, что они вернутся. И я уверен, что вернутся. И, в общем, досталась мне недавно возможность отправиться в Белгород волонтерить. Ну, в этом году. И я поехал туда и увидел вот ту самую новую реальность, о которой все говорят. Действительно новая реальность. Вот я москвич, родился в Москве. И казалось бы, да, вот как и многие ребята, кто хочет там за границей покататься. Да тоже, я был за границей, там тоже красиво. И может быть, да и сейчас хочется поехать, попутешествовать. Но ситуация вынуждает меня ехать в Белгород сейчас. И я поехал туда в конце января, вот в начале февраля. Я там был. И, конечно, да, очень напряженно. Обстрелы постоянные. И ПВО работает круглосуточно. Сам своим нутром ощущал, когда ты вот выходишь на балкон. И, ну, во-первых, канонада вся слышна. Там больше семи ракет прилетает. Он взрывается где-то наверху. А в тебя отдает вот так волной. Вот ты выходишь, тебя бьет просто вот конкретно. И, ну, это сильное впечатление, на самом деле. Поэтому для меня в этом вопросе все очень однозначно. Тем более, что я воспитан так. Я никогда не гнушался военной подготовке, там, походу. Очень часто с детства ходил. По этой причине вот нынешние события, они вынуждают принимать решения. Были случаи, когда меня хотели переубеждать относительно моей позиции. Это связано, ну, прямо с самого начала. Меня однажды даже с днем рождения поздравили по этой причине. Говорят, типа, ну вот, такой день, знаешь. Короче, 25 февраля меня поздравили. Да, ну, спасибо. Ну, значит, спрашивают, зачем? Зачем это все? Вот когда я с Белгорода вернулся. Ну, я к этому спокойно отношусь. Я просто понимаю, что у многих людей до сих пор диссонанс происходит. Они не понимают, зачем. Потому что просто пока не очень знакомы с обстановкой. Ну, понятно, я спокойно реагирую. Я объясняю, что, ну, в общем-то, время такое. И если ты сейчас ничего не делаешь, вот скажи мне потом, что ты будешь рассказывать своим детям? Вот у меня вопрос. Когда-нибудь я спрашиваю, папа, а что ты делал в такой ситуации? А я дома сидел. А я вот, не, я скажу, конечно, да, что. Я такой храбрый был. Я дома сидел храбро. И вот я был против, потому что, ну, у меня такие убеждения. Ну, знаете, вообще не то. Совсем не то. Ну, таких, на самом деле, немного людей нашлось, которые могли бы меня как-то переубеждать. Тем более у них это не получилось сделать. Так иначе. Ну, в основном, ну, да, тоже мои ровесники, которые сейчас либо кто-то уже сбежал. А, кстати, между прочим, вот именно мобилизация в сентябре, там, 21 сентября, именно мобилизация стала еще более решающим событием в жизни, окружения, чем даже начало специальной военной операции. Потому что отдаюту я очень много понял о своих друзьях. Кто мне друг сейчас? А кто готов собрать вещи и уехать в Казахстан очень быстро? Такие были, да, уже вернулись. Удивительно. Хотя вроде бы, да, все говорят, что студентов, в общем-то, и не берут, потому что, ну, странно, почему студенты бегут. Но вот кто такой убежденный? Ну, флаг им в руки, как сказать. Я не с ними. Вот и все. Был еще один случай, очень показательный, который заставил меня еще больше замотивироваться для помощи наших бойцов. Я отправлялся в Псков, ну, тоже где-то, ну, в ноябре 22-го года. Я ехал туда, ну, снимал документальный фильм про Саву Ямщикова. И, значит, в поезде я услышал разговор десантников, которые мобилизовали, они ехали. И там с ним еще один фронтовик был, который с ранения возвращался. Они обсуждали такие вопросы, то есть, ну, почему, зачем все это случилось, что вот они поняли для себя. И один говорит, что, знаете, мне кажется, нас никто не понимает ни в Москве, ни в остальной России, потому что крайне мало людей знают, что происходит там. Очень мало об этом говорят. И очень обидно, что появляются люди, которые тебе в лицо просто плюют по-хамски. Хотя я вроде как защищаю родину. И, ну, человек, он был православный, как я понял из разговора. И семейный. Как бы, ну, мужчина. А я сидел тогда и ехал, и думал, а мимо сказать-то нечего тогда было. Думаю, ну, я как бы, я же, ну, я не против. Но я же ничего не сделал. По этой причине, вот, возможно, воля таких эмоций, чувств на волне этого, я тоже, как бы, начал заниматься волонтерством. И всех призываю. Всех молодых людей, которые сейчас знают, что они способны на многое, которые не боятся. А таких много на самом деле. Просто многие не знают, как начать. Но я их призываю просто взять себя в руки и начать помогать нашим бойцам. Ну и людям, которые сейчас находятся, конечно, в тяжелом положении, потому что, ну, конечно, тоже много кто страдает от этой всей ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok